смелая и свободная настоящая дочь степей неведущая страха такой была легендарная бопай ханшаин дочь султана косыма сестра кенесары хана жизненный путь который стал объектом исследований историков рамках проекта сакральная география а смелости бопай ханшаин ходили легенды будучи замужем за сыном абулхаира самике она в числа первых поддержала кенесары в национально освободительной борьбе бопай призывала самике и восподвижников с артике до сана абулхаировых примкнуть борьбе в ряды отряда кенесары но они решительно отказались помочь ее брату не смирившись отважная бопай уходит от мужа забрав с собой шестерых сыновей кенесары хан высоко ценил сестру и доверял отряд сарбазов вместе с которыми отважная ханшаин участвовала в боях книги ильяс и сенберлина хан кеньке из трилогии кочевника описана ситуация когда кенесары поручает сестре напасть на ставку айханым это бабушка чухана валиханова отказавший поддержки хану кенесары это стало результатами интриг и давних обид между султанами глаза ее сверкали она требовательно протягивала руку к брату кенесары пристально смотрел на нее наконец он кивнул ни один уважающий себя батыр не станет нападать на ул принадлежавший женщине если не жалко сородичей своего мужа сделай это сама батырам понравилась эта находчивость верно мудрое решение не нам становиться между женщинами кенесары задумался о чем-то на миг потом снова повернулся к сестре да так и сделаем по пути домой заедешь в аул валихана перегонишь скот аман карагайского приказа на нашу сторону папай радостно всплеснула руками по сохранившиеся данным она также отвечала за снабжение армии кенесары собирала пожертвования активно участвовала во внутренней и внешней политики ханства созданного кенесары косымовым папай обладала обостренным чувством справедливости была смелой и по-настоящему любила свой народ судьбой его была уготована непростая участь все дарованные природой способности лидера мужество и неприятие несправедливости выпало ей демонстрировать смутное время больших перемен она была добавала обладала удивительным хладнокровием была красноречивым оратором умела вести за собой людей убеждать и вдохновлять и совершенстве владела военной наукой великолепно держалась в седле метко стреляла известный ученый историки армухан бекмаханов книги казахстан 20 40 19 века писал военные подвиги принесли славу младшей сестре кенесары папай самого начала восстания она была его активной участницей бабай командовала с особым отрядом 600 человек который собирал народе секрет и отбирал имущество султанов не прыгнувшихся к восстанию вот как сообщает согретатай сыщик самрад мамаев о приезде попай в племя аргенов для сбора секрет а вместе с талингитами участниками дела кенесары приехала его широко известная степи сестра папай вместе с тем папай участвовал во всех крупных сражениях кенесары и не раз партизанских вылазках проникала в тыл врага она была на всех совещаниях кенесары а он свою очередь прислушивался к ее советам одним из активных участиях восстания был и и сын бопай нурхан в одном из сражений с царскими отрядами он был взят в плен вот так пишет о его героизме сотник лебедев у нас плену сейчас родной племянник кенесары сын его сестры бопай султан тарихан нурхан самекин ученик почетного бия тунга тарской волости и не майдарбек уандыков и талингит кенесары сарсимбай первый из них тяжело ранен слезе упорного сопротивления сожалению исторические сведения об отважной дочери степи немного основные данные хранятся в архивах оренбурга и омска до сих пор жизнедеятельность бопай хан шаим который кстати нередко путают с бопай ханом супругой хана абулхаира урожденной батимой детально не исследовано чтобы восстановить хронологию жизни с указанием всех значимых дат требуется немало времени отвечает профессор евразийского национального университета имя гумилёва серик негимов занимающийся такой работой информация храброй воительницы собирается по крупицам обстоятельный доклад ученого серика негима посвященный подвигу бопай хан шаим был представлен 2015 году на республиканской научно-практической конференции честь 550-летия образования казахского ханса в бопай высмеивала и осуждала биев продавших народ превративших национальную честь в игрушку для них личная выгода была выше будущего народа не зря хан кене гордился хватками энергичными действиям бопай хан ум батырской сущностью ее характера а она не нежно и искренне любила брата предано служила ему и в целям пожертвовав ради этого даже семейным счастьем ее решительность и бесстрашие можно только восхищаться после гибели брата бопай едет стан киргизов чтобы вызволить из плена оставшийся в живых войнах в результате блестяще проведенных переговоров с манапами правителями киргизов бопай освобождает из плена и возвращает нескольких батыров потеряв лице брата опору и цель прекрасная бопай некоторое время продолжает вести борьбу против царизма но оставшись без предводителя армия обречена и вскоре бопай уходит со сцены военных действий войти кибийском районе ахтубинской области есть село акколь нескольких километрах от аула возвышается могила в которой согласно данным покоится бопай хан шаин по словам местных аксакалов сложив полномочия полководца бопай вышла замуж и провела остаток жизни на земле ахтубе история человечества известно немало прекрасных женщин полководцев образы отважной француженки жанны дар очаровательной царицы египта клеопатры карделий королева британии других исторических легендарных личностей отражены в литературе и кинематографе несомненно что имя бопай хан шаин также достойно популяризации в вековечении не только в памяти народов но и в фильмах и книгах на семи ветрах у семи холмов покоится благородная хан шаин найдя последнее пристанище на землях тубе историки этнографы все кто интересуется историей казахского народа надеются что в рамках проекта сакральная география казахстана будут проведены необходимые исследовательские работы найдены и привезены из архивов документы восстановлен облик хан шаин возведен мавзолей и славная дочь своего народа обретет достойное упокоение а ее образ будет запечатлен произведениях искусства также хочу добавить пару слов от себя конечно конечно мы очень много у нас вот таких людей как бопай ханом которых нужно снимать фильмы делать не вот эти вот фильмы которые сегодня он снимает там как называет там килинка сабинка не такие фильмы надо снимать и правильно я вам сейчас слышу этот кто килинку снимал хочет уехать из казахстана и скатертью тебе дорога мы тесто надо снимать вот про таких девушек как бопай хану про соратников кенесары хана про те кто рядом с ним про его детей которые были воинами все погибли шахидами вот о них нужно снимать если мы хотим сохранить нашу независимость суверенитет мы хотим чтобы не забывались такие люди понимаете с вами был яргали подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки и ассалам алейкам рахметуллахи ва баракату казахстан на ангеле кельболсу